Ну что, наверное, будем завершать с Powerpoint. Всем привет! С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Не то чтобы я рассказал обо всем, но все-таки пора уже и честь знать. Сегодня о графических возможностях программы. Собственно, это для тех, кто, как и я, предвзято относится к продуктам Microsoft. Просто посмотрите, возможно, вам понравится. Понятно, что вот эти вот предустановки не являются незыблемыми. Удаляйте, двигайте, меняйте местами. Так, вот у нас презентация с двумя спикерами. Я и Лео Каракс. Поверьте, если вы не видели его дурную кровь, вы не жили. Проблема номер раз – размеры и соотношение сторон. Кто-то скажет и так сойдет, но этот кто-то просто не знает о взаимодействии фигур в Powerpoint. Берем, например, вот такой вот прямоугольничек, но только его надо вертикально поставить. Чтобы поймать правильный угол при кручении, нужно зажать Shift. Я думаю, он тут крутит по 10 градусов. Не знаю точно, но он в любом случае крутит какими-то одинаковыми сегментами и в какой-то момент мы добиваемся положения ровно в 90 градусов от исходного. Прямоугольник готов, но нам их нужно два – для меня и для Лео. Можно сделать Ctrl-C, Ctrl-V. Можно нажать Ctrl и потянуть мышкой прямоугольник в любую сторону. Он его скопирует. Тут есть направляющие – это круто. Плюс вы можете зажать Shift и фигура будет двигаться ровно по горизонтали или вертикали. То есть если нажать Ctrl-Shift и скопировать фигуру, то она будет ровно на том же уровне, что и родительская. Но нам сейчас это не нужно, а нужно закрыть прямоугольником нужную часть изображения. Все, что под прямоугольником, будет вырезано. Вот таким вот образом. Вы выделяете, тут очень важна последовательность. Сначала нижний слой, потом нажимаете Ctrl или Shift и верхний слой. То есть вам нужно выделить сразу два слоя. Но именно в такой последовательности. Сначала фото, потом прямоугольник. И теперь объединить фигуры и тут пересечение. Те, кто работали с векторной графикой, например, в Figma, понимают, что сейчас происходит. Он создал как бы единую фигуру из двух по принципу выкидываем все, что вне границ пересечения. Вариантов взаимодействия фигур несколько. Поиграетесь, поймете разницу. Ну, я думаю, логика понятна. Так, у нас стало чуть лучше, но фотографии явно отличаются друг от друга по масштабу. Тоже не проблема. Правая кнопка мыши и обрезать. Сохраняя область выделения, вы изменяете масштаб внутри. Можно изменить масштаб и подвинуть изображение. Соответственно, меня нужно сделать поменьше, а Лео наоборот побольше. Примерно вот так. Нашли направляющие, нажали shift. Отодвинули. Все уже совсем хорошо, но фотографии явно разные по цвету и экспозиции. Тоже не вопрос. Правая кнопка мыши и формат рисунка. Тут у нас настройки. Настроек достаточно много. Конечно, они не сравнятся с Photoshop или After Effects, но непосредственно по цветокоррекции, пусть их тут и немного, делают Canva на данном этапе развития Canva. Тут есть температура, яркость, контраст. Достаточно чувствительный. Ну то есть само наличие, например, регулировки температуры не гарантирует еще хороший результат. Важно, какой алгоритм заложен в эту регулировку. В Canva он не очень. Но у нас был стрим с дизайнером Canva. Ссылка в описании, кому интересно. Она обещала поднять этот вопрос. Ждем. А у нас тут результат получился, конечно, не идеальным. Все-таки слишком разные фото по цвету. Тут, чтобы выровнять, нужно что-то посерьезное, типа DaVinci. Поэтому просто сделаем фото черно-белыми. В любой затруднительной ситуации переводите фото в ЧБ. Так. Ну и теперь это у нас не две фигуры, а как бы одна. То есть мы можем добавить, например, к ней рамку. Ко второму фоторамку можно добавить, скопировав настройки объекта. То есть не Ctrl-C, Ctrl-V, а Ctrl-Shift – C, Ctrl-Shift-V. Видите, он скопировал рамку со всеми ее настройками. Ну и последнее. На всякий случай скажу, вдруг вы не знаете, что тут, как и во всех графических программах, есть понятие положения объекта. То есть при таком действии фотографии не удалились, они просто переместились на задний план. Чтобы они проявились, вот этот прямоугольник нужно положить подник. То есть его переместить на задний план. Собственно, то, что я показал, конечно, не самооценно само по себе. Это алгоритм работы с графическими объектами. Дальше вы можете тасовать эти приемы как угодно, добиваясь того результата, который вам нужен. Ну, честно говоря, программа-то удобная. Я понимаю, что флагман проприетарного ПО, но ведь удобно и функционально, согласитесь. Все любите друг друга, не позволяйте предвзятому отношению портить вам жизнь. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.